Друзья, знакомьтесь, это ASUS PG27UQ и цена ему 212 тысяч рублей. Да, вы не ослышались, 212 тысяч. Это не телевизор, не 100 дюймов и даже не 21 на 9. Это 27-дюймовый монитор, у которого каждый дюйм стоит 7800 рублей. Предрекая комментарии в духе, что вы нам тут пытаетесь продать, для кого это сделано, никому это не надо, сразу скажу, PG27UQ это демонстрация технологий ближайшего будущего. И забегая вперед, такое будущее лично нам нравится. Начну с самого главного, а именно за что хотят столько денег. Тут на самом деле все просто. Это по факту один из первых 4К мониторов частотой 144 герца. Плюс этот монитор поддерживает G-Sync, причем в топовой HDR версии. У него есть точечная подсветка и он умеет работать с HDR. Вообще, впервые о возможности появления таких моделей заговорили еще на Computex 2017 года, но, как видите, задержались почти на полтора года. Почему? Толком никто не ответил. Но можем предположить, что были проблемы с массовым производством, не могли сделать G-Sync, ну и, конечно же, есть еще вариант, что 4К на 144 герца не хотели выпускать со старым поколением видеокарт. Впрочем, сейчас это уже не особо важно, так что пойдем по конкретике. Начну я с матрицы. Это AU Uptronics на базе AHVA, разрешение 4К, родная частота 60 герц с возможностью повышения до 144 герц, а цветовой охват заявлен как 10-битный, но с некоторыми оговорками. Для начала сама матрица все-таки 8-битная и десятку из нее вытаскивают при помощи FRC, при этом по умолчанию. FRC почему-то отключен, и расширенный цветовой диапазон надо активировать вручную в системных настройках самого дисплея. В следующий момент 10 бит монитор выдает только на частоте до 98 герц. На более высокой скорости, как говорят, не хватает пропускной способности дисплейпорт, и матрица принудительно переводится на 8 бит. Звучит это, конечно, неприятно, однако, должен сказать, что лично мы ничего страшного в этом не видим. То есть, во-первых, разница между 8 и 10 битами не настолько велика, чтобы она бросалась в глаза, а во-вторых, 98 герц хватит практически на любые задачи, начиная с фильмов и заканчивая фотошоп. Кстати, по поводу фотошопа сразу здесь скажу, что по измерениям матрица очень крутая, то есть отклонение по цветам укладывается в 0.19, плюс к этому матрица еще и реально откалибрована на заводе и из коробки выдает отклонение в 0.52. Теперь давайте расскажу о системе подсветки. По данным Pain Look в стандарте эта матрица должна идти с привычной WLED, но в ASUS ее переделали в точечную, причем не просто в белую, а на базе квантовых точек. Расскажу, что это такое. Обычно в мониторах лампы стоят по периметру матрицы, что можно заметить по засветкам на черном фоне. Квантовые же точки — это, как видно из названия, точечная подсветка, равномерно раскиданная по всей плоскости экрана. При этом QD — это не просто светодиоды, которые горят белым светом, а более хитрой технологией. То есть в заданных точках экрана, за матрицей, располагаются кристаллы, которые могут светиться чистыми цветами. То есть, например, чисто красным или чисто синим. И эти цвета получаются не только гораздо более четкими, чем при стандартной фильтрации, но еще и запредельной яркости. То есть конкретно у этой модели она может достигать тысячи канделл на квадратный метр. А это, как понимаете, уже самый правильный HDR и невероятный уровень контрастности. То есть если в сцене что-то должно быть ярким, то на этом мониторе оно таким и будет. Вдобавок к этому точечная технология позволяет подсвечивать только нужные зоны. То есть если на экране взрыв по центру, то полыхнет четко по центру, а соседние зоны как были темными, так и останутся. И выглядит это просто потрясающе. То есть взрывы, стрельба, игра света, вспышки в ночи — это на самом деле новый уровень изображения. То есть да, конечно, в онлайновых играх это скорее отвлекает, но в одиночных проектах правильно HDR — это то, что, как говорится, must have. И да, добавлю, что с бюджетными HDR-мониторами, о которых мы рассказывали совсем недавно, эта картинка не идет ни в какое сравнение. То есть здесь нет никаких перекосов или изменений по цветам. Естественно, одной только матрицей и подсветкой Asus не обошлась и установила в этот монитор еще и модуль G-Sync, причем в топовой HDR-версии. И чтобы он вообще хоть как-то справлялся с тем количеством информации, что у него пытаются загрузить, NVIDIA пришлось установить сюда FPGA от Intel и оснастить его четырьмя гигабайтами оперативной памяти. Чтобы вы понимали масштаб, этот модуль в мониторе охлаждается собственной вертушкой, а в рознице за установленный FPGA просят четыре с половиной тысячи долларов. Кто здесь теряет деньги, то есть Intel, NVIDIA или Asus, или просто оптовая цена не настолько высокая, мы, честно говоря, не знаем. А на прямой вопрос не ответил ни один из участников процесса. Впрочем, ладно, цена — это не самая важная штука сейчас. Гораздо важнее, что само наличие G-Sync в этом мониторе — это очень правильный ход со стороны Asus, потому что, если говорить прямо, то раскачать этот монитор до его родных 144 Гц практически невозможно. То есть на одной 1080 Ti при максимальных настройках получается по 35-50 кадров. Если собирать систему на двух 1080 Ti, то опять же можно перевалить и за 60 и даже за 100 фпс, но для 144 нужно очень круто скидывать настройки. А какой в этом смысл в сочетании с 4К, который призван наоборот повысить качество картинки, лично я не знаю. Если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, пишите нам в комментариях. Возвращаясь же к G-Sync, в ситуации проблемной производительности он позволяет избавиться от разрывов картинки, которые, естественно, возникают на такой быстрой матрице. И скажу вам, новый HDR-модуль с этим действительно справляется. На этом, в принципе, с технологиями всё. Давайте теперь быстро пробегусь по тому, как всё это оформлено. Собственно, сама панель собрана из толстого приятного на ощупь пластика. Опора — это привычная для всей ROG линейки тренога. Держит она потрясающе, но и место на столе отъедает будь здоров. Естественно, здесь есть все настройки по высоте и по всем основным осям. А при желании можно всё открутить и повесить монитор через весокрепление. Раз уж заговорил про внешний вид, давайте здесь же расскажу и про подсветку. Вообще, это, конечно, король подсветки. То есть снизу у него уже знакомая нам схема проецирования через стёклышко. Она рисует на столе лого ROG, но в комплекте есть чистые стёкла, на которых можно нарисовать любой логотип. Дальше подсветка есть на задней стороне. Это опять логотип ROG, но теперь уже RGB-шный, и его можно настроить как по цвету, так и по схеме работы, а также подвязать к другим устройствам Asus через Aura Sync. Да, сразу скажу, что вообще над этой подсветкой почему-то подсмеиваются и говорят о том, что увидят только стена, но я с этим не соглашусь. То есть на самом деле из-за того, что задняя крышка у монитора закруглена, подсветка прекрасно видна сбоку и в реальной домашней обстановке выглядит очень эффектно. Ну и, наконец, кульминация. Не знаю, как вообще до этого догадались, но в стойку монитора встроили еще и маленький проектор, который проецирует логотип ROG на стену. Как к этому относиться, ну тут каждый должен решать сам. Мое мнение выглядит, ну как минимум, прикольно. Что же касается разъемов, то в принципе здесь все по делу. То есть для консоли есть пара HDMI, для компьютера DisplayPort. Естественно, все провода лежат в комплекте. Также тут распаян хаб на два USB 3, и есть выход на наушники. Колонок, понятное дело, встроенных нет, и это правильно. Относительно же управления, тут опять все по классике ROG. Сзади слева стоят пять кнопок и один джойстик. На них, соответственно, подвешен выбор профилей и возможность вывести на экран счетчик FPS, таймер и прицел, который можно выставить в нужную точку экрана. По меню все, опять же, довольно понятно, но логика местами хромает. То есть, как я уже говорил, включение 10 бит почему-то ушло в раздел с подсветкой, а профили здесь вообще не появились. Впрочем, на реальную работу это особо не влияет, а настроек здесь ровно столько, чтобы можно было идеально откалибровать этот монитор и подогнать его под свои нужды. К примеру, тут можно подразогнать матрицу, включить динамический контраст и выбрать скорость переключения точечной подсветки. Зачем это, правда, все нужно, я не очень понял, так как на стандарте все и так работает нормально. А вот, кстати, что надо выделить, так это автоматическую настройку яркости панели. Сверху на мониторе установлен датчик яркости, и если он активирован, то ночью уровень подсветки снижается, а солнечным днем, соответственно, повышается, и это реально удобно. На этом все. Какие-то особые выводы по поводу этой модели делать не буду. То есть, конечно, 212 тысяч рублей за то, что нам предлагается, это слишком много, но лично мне такая цена и вообще модель в целом напоминают ситуацию с первым 4К-монитором, кстати, тоже от Asus. Тогда он стоил почти 300 тысяч рублей, его еле-еле тянули два титана, и что мы видим сейчас? 4К работает на одной видеокарте, а панели с таким разрешением стартуют от 13 тысяч рублей. И я уверен, что с PG27UQ ситуация будет точно такая же. То есть, совсем скоро все то, о чем мы рассказывали, будет стоять даже в самом дешевом мониторе. На этом все. Подписывайтесь на канал и хорошего вам настроения. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!